2015 год был знаменателем в истории национального расчетного депозитария. Это был год, когда исполнилось пять лет с даты образования компании и годом завершения действия предыдущей стратегии развития НРД. Говоря кратко о результатах, которые мы достигли в этот период времени, я бы хотел отметить следующее. Национальный расчетный депозитарий стал центральным депозитарием России. НРД интегрировался в международный финансовый рынок, установив взаимные корреспондентские отношения с ведущими центральными депозитариями мира, такими как Евроклир, Клирстрим, центральные депозитарии Австрии и центральные депозитарии стран СНГ. Как следствие, объем активов на хранении в НРД утроился и достиг более 31 триллиона рублей. За прошедший период времени изменился бизнес-профиль национального расчетного депозитария. Он стал более диверсифицирован. Помимо функций центрального депозитария, мы выполняем функции системно значимого репозитария и функции национально значимой платежной системы. Как я уже говорил, объем активов на хранении в компании вырос на 25% и превысил 31 триллион рублей. При этом важно отметить, что на обслуживании в НРД из 9 тысяч выпусков ценных бумаг 30% составляют иностранные ценные бумаги. Это абсолютно новый класс активов, отражающий интегрированность центрального депозитария в международный финансовый рынок. В 2015 году была продолжена огромная подготовительная работа, связанная с реформой корпоративных действий. Мы инвестировали значительную часть наших ресурсов, нашего бюджета в подготовку и внедрение технологий электронного обмена информацией между имитентами и финальными владельцами активов в рамках реформы корпоративных действий. Цель ее состоит в том, чтобы повысить эффективность и качество коммуникации между акционерами или обликационерами и имитентами, тем самым улучшив систему корпоративного управления и повысив доверие инвесторов к российским имитентам. Еще одним важным направлением деятельности компании в рамках реализации реформы корпоративных действий является Центр корпоративной информации. Центр корпоративной информации – это источник надежных, верифицированных данных о корпоративных действиях, о ценных бумагах, о действиях имитентов, о проведении собраний и других корпоративных действий. НРД инвестировала значительную часть времени и ресурсов создания таких продуктов. В частности, в 2015 году совместно с компанией Интерфакс мы создали базу данных Рудата, которая включает такие сведения, доступные теперь нашим клиентам. Другим важным направлением деятельности Центра корпоративной информации является ценовой центр. Задача ценового центра состоит в том, чтобы обеспечить пользователей финансового рынка и регуляторов достоверной, справедливой информации о ценах финансовых инструментов, обращающихся на рынки. В Центральном депозитарии находится огромный объем активов. Это ценные бумаги, валюта, денежные средства клиента. 31 триллион рублей. Это огромное обеспечение, которое может быть использовано эффективно в торговых операциях наших клиентов. Поэтому Центральный депозитарий предоставляет услуги управления обеспечением. Это очень востребованный продукт, который позволяет повысить эффективность операции наших клиентов. И в 2013 году мы запустили этот сервис для операции РИПО Банка России с коммерческими банками. А в 2015 году такой сервис стал предоставляться для операции РИПО Федерального казначейства. Объем операции Федерального казначейства в РИПО с системой управления обеспечением в 2015 году достиг 12 триллионов рублей. Мы ожидаем, что этот сервис будет востребован в новом проекте, который был реализован группой компаний Московской биржи в 2015 году, который называется операция РИПО с клиринговыми сертификатами участия. В 2015 году Национальный расчетный депозитарий получил статус системно-значимого репозитария. Пользователями репозитарий являются более 1100 клиентов, включающих банки, финансовые компании и компании реального сектора. Хотел бы отметить, что по итогам 2015 года в репозитарии было зарегистрировано более 450 тысяч отчетов о сделках, что превышает уровень 2014 года на 74%. Выполняя функции национально значимой расчетной системы НРД обеспечил расчеты по сделкам с ценными бумагами на сумму более 313 триллионов рублей. В рамках этого рода деятельности были запущены два новых сервиса для наших клиентов. Расчеты в деньгах Центрального банка – это международный стандарт и требования международных инвесторов, и конверсионные сервисы, которые позволяют нашим клиентам оперативно проводить конверсию валют, связанных с проведением корпоративных действий. Мы понимаем, что храня свои активы национальным расчетом в депозитарии, клиенты должны быть уверены, что система управления рисками в Центральном депозитарии устроена должным образом. И мы готовы заявить нашим клиентам, что система управления рисками в Центральном депозитарии соответствует международным стандартам. Такое заявление мы можем сделать на основе аудита, проведенного компанией Томас Мюррей в НРД в 2015 году и Центральным банком. И сейчас риск-менеджмент НРД соответствует лучшим мировым практикам, всем требованиям и принципам системы управления рисками Центрального депозитария – CPMI IOSCO. Значительную часть наших бюджетных инвестиций – это более 16% – мы затратили на развитие нашего IT. Я имею в виду не только развитие программного обеспечения, отказоустойчивости наших систем, но также и на создание резервного офиса НРД, который действует в режиме реального времени. Также в его тестировании участвовали внешние аудиторы и наши клиенты. Это дает нам возможность заявить о надежности сервисов НРД с точки зрения технологического обеспечения. Национальный расчетный депозитарий обладает большими ресурсами – финансовыми, технологическими, административными. Но ключевым ресурсом компании является персонал. Я с удовольствием хочу отметить, что по итогам 2015 года индекс увлеченности персонала достиг 74%. Это очень высокий показатель. И индекс доверия персонала – той стратегии и тем задачам, которые решает компания. В заключении я хотел бы выразить глубокую благодарность нашим акционерам, наблюдательному совету, персоналу компании, клиентам и партнерам за их активную поддержку и активное участие в деятельности компании в прошедшем году.